Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вы будете удивлены, но я предложу сейчас старый материал и в конце объясню почему. Архангел Мелик Метатрон. Энергии бесконечности придут на Землю. Новости за завесы. Челенинг читает Лора. Приветствую тебя, дорогой работник света. Я Архангел Мелик Метатрон. Я здесь и сейчас говорю с тобой. Завершается седьмой месяц 2021 года. Вскоре начнется важный по своей энергетической природе восьмой месяц август 2021 года. Мы будем говорить с тобой об энергии бесконечности, о символе Мебиуса. Что такое символ Мебиуса? Символ Мебиуса – это сакральный символ роста и развития в любой сфере, в любом деле. Если символ бесконечности проявлен в горизонтальной плоскости, то символ Мебиуса проявлен в вертикальной плоскости, но в то же время несет в себе энергию бесконечности. Вскоре наступит август 2021 года, а значит придет время открывать восьмые звездные врата на Землю. Знаешь ли ты, мой дорогой работник света, кто открывает звездные врата на Землю? Их открываем мы, Архангелы. Но, разумеется, не все вместе, каждый из нас несет свои вибрации и светлые коды Вселенной. Каждый из нас открывает звездные врата на Землю в свой день и час. Открытие восьмых звездных врат будет проводиться мной 8.08.2021 в 0.00 часов. Заблаговременно сейчас идет наша беседа с тобой. В момент открытия восьмых звездных врат на Землю придет энергия бесконечного движения вперед. Но эта энергия пробудет на планете Земля только в течение августа 2021 года. Все то, о чем ты будешь думать, и все то, что будешь делать с душой в сердце, будет умножаться в течение второго полугодия 2021 года. Это важный момент послания, на который я хочу, чтобы ты обратил внимание. Осознай это. Все, что будешь делать, к чему стремиться в течение августа 2021 года, будет стремиться к тебе. Просто невероятно. Но объяснимо. Открытие восьмых врат, врат на планете Земля, это активирование символа Мебиуса на планетарном уровне. Каждый из вас, в ком проявлен сакральный символ Мебиуса, будут легче проходить через энергии августа. Но и те, у кого сакральный символ Мебиуса не проявлен, тоже будут благословлены небесами. Прошу тебя, помни об энергии бесконечного роста и развития, которая вскоре придет на Землю. Открытие восьмых звездных врат – это репетиция к открытию одиннадцатых звездных врат. Одиннадцать одиннадцать две тысячи двадцать первого. Это будет грандиозное открытие на уровне души человека и связано с контрактами душ. Это все, что я могу сказать на данный момент про одиннадцать одиннадцать двадцать первого. Дорогой мой работник света, с наступлением восемь восемь двадцать один приходит важный поворотный момент в жизни каждого человека. Ты можешь застрять в прошлом, но все второе полугодие 2021 года или сделать большой шаг вперед – все зависит от твоих мыслей, чувств и действий в течение августа 2021 года. Пришло время прощаться, дорогой, дорогая мой моя, Архангел Мелик Метатрон. Дорогие друзья, вы заметили, очень много мелких таких вот не просто намеков, а конкретно, конкретно говорится о действиях, происходящих не только у нас на внутреннем плане, но и на внешнем. Вот обратите внимание, что все до одного были благословлены небесами. То есть открытие шло для всех. И от самого человека зависело очень многое, захочет ли он вступить в эти энергии через свои чувства и мысли или нет. Также вы можете заметить, какая интересная связь между восьмым порталом и одиннадцатым. Сейчас у нас на дворе одиннадцатый портал. И вот он завершается. Да, причина, по которой я выложила этот ролик, только в том, что завтра двадцать девятое число. Двадцать девять, два и девятка. Девятка – это завершающая, мы знаем, и она вторая. А первая – двойка, то есть это женский аспект, двойка. И вот вы можете уже видеть, что двадцать девятое – это одиннадцать. А это число будет очень хорошо связано с первым месяцем следующего, 2024 года. То есть завершив здесь в одиннадцатом месяце старое представление о себе, старое представление о мире, и приняв вот это бесконечное движение энергии роста и развития, мы с вами в том числе и открываем первое января. А что же двенадцать? А двенадцать мы знаем по цикличности, больше связано с землей и больше связано с балансом. То есть весь двенадцатый месяц вы будете чувствовать, как вы балансируете все сами, уравновешиваете сами, и будет даваться очень большие поддержки в этом балансе, как космического уровня, так и земного уровня, так и стихиального уровня. И вот если сейчас быть наблюдателем и погружаться на свою глубину самого себя, то есть в свои чувства, то можно заметить, что мы живем в волшебные времена. И кто сейчас использует эти энергии и творит свое будущее, творит свое настоящее, тот освобождается от своих страхов, от своих сомнений, от своих переживаний, от своих требований, от своих ожиданий, потому что он творит. Конечно, мы сейчас больше творим внутри себя, но это внутри когда-то наполнится и просто будет проливаться во внешний мир и таким образом освещать пространство вокруг или на земле. Очень хорошо сейчас работать в союзе с группами, в союзе с высшими цивилизациями, в союзе с тем, кому вы доверяете, то есть, может быть, это Христос, Мария, Магдалина. Очень хорошо работать с жезлами мира, с жезлом Кадуцея, кто хочет быть молодым и не стареть, с материнским жезлом Софии, что будет удерживать ваши женские новые энергии, и, конечно, с постоянным системным заземлением с Террой, Гайей и кристаллом Звезды Земля. Также в этом процессе кристаллизации мы с вами соединяемся с нашим Солнцем, Солнечной системой, вернее, с ее кристаллом, и с Великим Центральным Солнцем, также с его кристаллом. То есть у нас с вами идет только потому, что мы выразили наше намерение и только потому, что мы желаем жить достойно и только потому, что мы желаем проявлять себя в новых энергиях гармонии, красоты, радости, чистоты, сакральной геометрии, мы это потом получим обратно, как отражающие энергии от Вселенной. Думаю, что теперь вам больше понятно, почему я выложила этот текст, для того, чтобы было видно или прочувствовано, какая глубокая работа произошла за эти 21, 22, 23, можно сказать, почти три года. Поэтому в 24-й год вы вступаете представителем космических сил и это будет отличаться очень сильно от того человека, который был в 21-м году. Можно сказать смело, что вы в 24-м году войдете в энергии сверхчеловека, то есть практически попрощаетесь с собой. Вот такие интересные волшебные события происходят с нами здесь, на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok